Приветствую, друзья! Сегодня я нашёл своего друга, вернее подругу, который искал 30 с лишним лет. Это человек, который запускал белку и стрелку в космос. Людмила Александровна Раткевич. Счастье моё! Нашёл через внучку, через ВК. Это же надо? Столько лет прошло, а я всё искал, искал, там в интернете искал. Оказывается, она мне писала по почте, но не написала, что это она. Оказывается, она смотрит мои видео. Я вдвойне счастлив. Вот как! Поэтому я завтра же придумаю, как это сделать, чтобы... Короче, чтобы мы вместе что-то сказали вам. Ну, это же очень сложно сделать. Время, расстояние, события, факты. Всё смещено в денющий день. И ты бежишь вперёд без оглядки дома, забыв свой огромный портфель, но ты не догонишь. Оно убегает, так манит мечта. Горизонт, а ты всё надеешься, грянет и отгрянет. И солнце на юге взойдёт. Законов природы не мы сочиняем. Давно этот юг назван Восток. Но мы люди, как говорится, восточные. Я восточный человек, и поэтому я напоминаю, как мы здорово тогда в Моженке на конференции были. И я... Люди говорю по телефону это. Она говорит, да, ты тогда тоже был такой же. Ты, говорит, стоял, смотрели мы на эти высокие сосны, которые покачивались. Да, она меня тогда спросила, тебе это доступно? Я говорю, я спросил, сказал, да, доступно. Она говорит, нет, и сказал, они между собой разговаривают. Какая прелесть. Люблю по-прежнему. Обожаю, уважаю. Трёхкратно, пятикратно, тысячу раз. Поэтому я, как изобретатель, обязательно изобрету, как сделать так, чтобы мы опять вот так вот могли сесть вместе и с нашей школой поговорить. Школа человек будущего, хомо-футурус, друзья. Мила, я так люблю тебя. Как я говорю в одной своей там метафоре, старая дружба это печать, которая никаким дождём не смывается. Итак, до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...